всем привет и наконец-то я оттестировал powerbank сяоми на 10000 миллиампер часов заряжал я от него телефон asus zenfone 2 где батарея на 3000 миллиампер ранее я уже делал как типа обзор это была распаковка этого гаджета или дополнительного устройства запасного или как хотите то сейчас говорю свое мнение вещь хорошая очень хорошая потому что я свой телефон от него зарядил четыре раза до 100 процентов не знаю получилось потому что этот powerbank на 10 тысяч миллиампер формально по факту меньше где-то около как пишет производитель там на шесть семь тысяч короче миллиампер заряда хватает но мне удалось мой телефон зарядить до 100 процентов аж четыре раза я так предполагаю что он все же не полностью заряжает его но в использовании я не ощутил никакого дискомфорта то есть я как обычный телефон заряжал свой раз в сутки как это я делал с обычной зарядки то есть от сети зарядился пошел по своим делам всем пришло время зарядился снова также самое с этим то есть не было там такого чтобы я постоянно подключался к нему и так далее нет я подождал там опустился заряд телефоне до пяти там или трех процентов подключил powerbank и все в общем проходил я с ним четыре дня четыре дня я заряжал и блин нормально в принципе на асусе хватило на четыре дня мне его тем более что асусе такой прожорливый телефон очень капец вот 3000 миллиампер батарея но он садит ее буквально там за сутки может и раньше даже при активном использовании поэтому powerbank это реальная тема и самое главное опасайтесь подделки вот если хотите посмотреть как выглядит оригинальная упаковка там все отметочки специальные так далее то заходите на другое видео по powerbank это можете легко найти на моем канале там всего два видео это и предыдущие вот и посмотреть какие-то там сертификаты к ним приклеены вот в общем штука классная определенно если вы найдете оригинал рекомендую к покупке вот это вот дело штука полезная вот это кстати родная коробочка от него которая коробка в коробке внутри то есть офиговина была я использую как чехол то есть беру вставляю батарею сюда вот вот так вот раз а перевернуть потом вот эта фишечка закрывается здесь дырочку вырезал вставляем проводочек уху какой жук прилетел к нам среди майского жука поймал елки мотан какой большой у улетел шустряк вот уже дырявые руки упустил жука ладно так короче вот так вот выглядит это все дело и он как бы не выпадает нормально там сидит тем более что сам кабелек он очень очень так плотно сидит в разъеме это конечно плюс вот ну и этот по моему тоже насколько я этот сам пробовал в принципе самом телефоне сидит не плохо если телефон не очень тяжелый то он если нечаянно вдруг схватили со ства допустим да и потянули телефон то есть забыли отключить там то он может и не упасть если у вас не тяжелый телефон а если тяжелый то тут уже конечно под вопрос в общем вот такой вот у нас гаджетик который можно покупать реально качественная хорошая вещь ну недостатков я не знаю здесь просто ну не может быть недостатков потому что он в принципе лишь одно предназначение у него заряжать ваш девайс все поэтому говорить о каких-то минусах здесь просто ну невозможно есть только один плюс то что он заряжает и все все больше но ничего не но если лед индикатор кстати если вам непонятно что это за штуки такие дырочки вот эти вот четыре штуки это лед индикатор светится это он показывает заряд сейчас он светится все это даже на сто процентов есть и там один внутри светится на 75 процентов два на 50 и один это примерно 25 процентов заряд вот так вот и все собственно так что пока и и Продолжение следует...